Живя в больших городах, мы совсем позабыли, каково это находиться вдали от цивилизации и технического прогресса. Вместе с экспедицией наедине с природой, вы побываете в диких дебрях первозданного мира и узнаете, как можно выжить, используя для этого минимальный набор снаряжения. Богата и разнообразна природа нашей страны. Веками горы, степи, пустыни и леса были лучшими друзьями тех, кто любил и понимал родную землю. Они давали людям пищу, кров и убежище от врагов. Но они же бывали безжалостны к тем, кто не мог приспособиться к жизни в суровых условиях дикой природы. С постоянно действующей телеэкспедицией наедине с природой, мы побываем в самых диких уголках нашей страны. И увидим, как можно выжить в ситуациях, в которые могут поставить путешественника превратности кочевой жизни. КОНЕЦ Постоянно действующая телеэкспедиция наедине с природой продолжает следить за приключениями своего оператора в Алтайской тайге. В прошлом выпуске мы расстались с Максимом на безлюдном плато между Становым и Тегерецким хребтами. В течение 10 суток он добывал себе пропитание, пользуясь исключительно растительными дарами тайги. Природа Станового хребта пышна и щедра. Горно-таежные леса, покрывающие склоны Алтайских гор, называются Черневой тайгой. Здесь растет сибирская кедровая сосна, лиственница, пихта, береза, рябина, осина, калина, множество кустарников и тысячи видов трав. Часто встречаются заросли можжевельника, лобчатки, таволги. Продолжение следует... Вершины Алтайских гор называют белками, потому что на них круглый год лежит снег. Отдельные вершины поднимаются на 3000 метров. На высоте около 2000 метров начинаются альпийские луга с зарослями карликовых берез, а выше – пояс каменистых гольцов. Здесь берут начало тысячи ручьев, которые, сливаясь, питают две великие сибирские реки – Обь и Иртыш. Музыка Сегодня стартует второй этап. Полтайской экспедиции наедине с природой. Начинается сезон охоты, и нашему оператору предстоит в течение 10 дней выживать охотой и рыбалкой. Прежде всего, необходимо провести разведку территории. Максим расставляет фото ловушки, чтобы выяснить, какие животные обитают в окрестностях. Каждую весну и осень из республики Алтай на территорию Казахстана мигрируют тысячи диких животных. Вслед за копытными, косулями, моралами, лосями через перевалы идут волки, медведи и росомахи. Все лето копытные набирают вес на сочных пастбищах западного Алтая, а осенью собираются в группы и откачевывают в горный Алтай. Расставив фото ловушки, Максим отправляется на рыбалку. В среднем течении черной убы обитает 8 видов рыб – таймень, окунь, щука, ленок, налим, хариус, гальян и пескарь. Таймень внесен в Красную книгу, и рыбалка на него запрещена. Гальяна и пескаря никто не ловит, потому что это маленькие рыбки и в пищевом отношении не представляют никакой ценности. А остальные виды вполне пригодны в пищу. Так как уровень воды низкий, Максим считает, что рыба будет подниматься сюда. Первые же рыболовные эксперименты показали, что никакая рыба, кроме хариуса, в верховье реки не поднимается. Возможно, в начале лета по высокой воде она сюда и поднималась, но сейчас уровень воды опустился почти на 2 метра. Русла рек хранят следы весеннего половодия. Речные долины густо заросли пойменным лесом – березой, пихтой и рябиной, с густым кустарниковым подлеском, таволгой, шиповником, горной акацией. Местами река заходит в узкие каньоны, сжатые с боков крутыми таежными склонами. В июне-июле по реке сплавляются любители экстремального рафтинга. Бурные воды черной и белой убы иногда бывают опасными. Только опытные спортсмены рискуют спускаться через пороги. А спортивная рыбалка привлекает гостей не только из области, но и со всего Казахстана и даже из-за рубежа. Однако мало кто из них поднимается в верховье реки. Рыба лучше всего ловится в устьях, впадающих в убор ручьев. Они несут в своих бурных водах насекомых, червей и прочий корм. Хариусов лучше всего ловить на мушку, хотя некоторые рыболовы ловят их и на блесну. Местные жители изготавливают мушки сами, наматывая на крючок цветные нитки и перышки петуха. Максим меняет мушки разных цветов и размеров и приходит к выводу, что на желтую приманку хариус идет лучше. При ловле хариуса используется ходовая методика. Рыболов идет вдоль берега и с помощью длинного удилища бросает наживку в ямки, омуты и водовороты за большими камнями. Рыба, чтобы не тратить силы на борьбу с течением, обычно прячется за камнем или каким-нибудь другим укрытием и ловит проплывающий мимо корм. Рыболов несколько раз бросает в ямку снасть и, если поклевки не последовало, переходит к следующей. Создается впечатление, что хариус питается по расписанию. Жор активизируется к пяти часам вечера и рано утром. Наш оператор ставит камеру на штатив и пытается снять момент вылова рыбы, но это оказывается не так просто. Ограниченный запас емкости батарей не позволяет держать камеру включенной все время, а рыба клюет не очень часто. Но вот, наконец, удача. Момент поклевки хариуса заснят, теперь Максиму можно смело возвращаться в лагерь, готовить ужин. Продовольственная программа на сегодня выполнена. Хариусы лоятся небольшие, вот такие вот, грамм по 300-400, но очень вкусные. На следующий день запланирована охота на рябчика. Для жителей юга Казахстана рябчик – экзотическая птица, а для сибиряков – это самый обычный вид. В восточном Казахстане рябчиков довольно много. Правда, их численность колеблется из года в год в зависимости от погодных условий. Рябчик – близкий родственник глухаря и тетерева, но из тетеревиных он самый мелкий и потому считается самым вкусным. В лесу рябчика трудно спутать с другой птицей. Своё имя он получил из-за рябового окраса, благодаря которому он ловко маскируется среди пестрой листвы и пожухлой травы. Некоторые самцы весят около 500 граммов, а молоти самки – 300-400. На рассвете и на закате тайга наполняется тонким свистом. Это рябчики устраивают утреннюю и вечернюю перекличку. Кажется, что рябчики, увидев первые лучи солнца, поют от счастья, но на самом деле это всего лишь форма территориального поведения. Каждый утренний певец сообщает всему миру, что он единственный и полновластный хозяин своего индивидуального участка. Обычно рябчики кормятся на земле, но если их спугнуть, они взлетают на ближайшее дерево и стараются замаскироваться в ветвях. Максим осторожно двигается на свист. В густом лесу хорошо камуфлированную птицу заметить непросто. Наш оператор должен не только добыть птицу, но и снять процесс на видео. Он ставит камеру на штатив и пытается подойти к рябчику. Однако осторожная птица взлетает и скрывается в зарослях метрах в пятидесяти. Разглядеть ее непросто. Но вот, сквозь ветви, Максим заметил черные и рыжие полосы, небольшую голову с хохолком и белую полоску на горле. Вот такой вот замечательный рябчик. Сейчас попробуем, какой он на вкус. Кастрюля у меня осталась в лагере. И для того, чтобы приготовить какое-то блюдо из этого рябчика, мне нужно возвращаться в лагерь. Это далеко. Вот, поэтому я его сейчас буду готовить так, поохотничьей. На костре. К этому эксперименту я начал готовиться давно. Еще в детстве перечитал всего Джека Лондона и Фенемора Купера. А потом, когда я вырос, мне осталось только посмотреть фильм «Выживший». И, в общем, можно было считать, что, в общем и целом, теоретическая подготовка на этом закончена. Ну что ж, буржуи были не дураки. Они знали толк в пище. На самом деле, рябчики изумительный вкус. Он пекся на углях на минут 30. Вообще, здесь ресторан, настоящий ресторан. Я сижу и ем ресторанное блюдо, а вокруг меня играет оркестр. Видите? Птицы поют, шмели жужжат. И река поет. Река поет свою песню. А знаете, о чем она поет? Ну, кто не понимает язык реки, я буду переводить. Река поет о том, что все реки текут в море. Но море не переполняется. И они возвращаются к своим истокам и снова текут. И так будет продолжаться до скончания века. Реки пели эту песню тем, кто был до нас. И будут петь нашим детям и внукам. Ну, вот сейчас меня, кстати, река предупреждает, что вот эта вот песня ее, это самое ценное наследство, которое мы можем оставить будущим поколениям. Таежный чай отличается от того, что мы привыкли пить в городе. Опытные таежники заваривают листья бадана. На Алтае его называют чигир. Мясистые корневища бадана богаты крахмалом. Их можно использовать в пищу вместо картошки. В народной медицине бадан используется как кровоостанавливающее и заживляющее средство, а также для лечения потливости и угревой сыпи. Моралий корень или левзею сафлоровидную долго искать не пришлось. Двухметровые стебли этого растения с шишечками, напоминающими чертополох, заметны издалека. Они растут прямо рядом с палаткой, в которой живет наш оператор. А вот это заросли моралия корня. Его корни, оказывают тонизирующее действие, его можно заваривать с чаем. Легенды утверждают, что моралий корень использовался воинами Чингисхана. И именно магической силе этого природного транквилизатора монгольские завоеватели обязаны своим боевым духом и выносливостью. Монгольские травники называли левзею сафлоровидную корень силач и верили, что он помогает прожить до ста лет. В тайге лечебными свойствами обладает даже сам воздух и разлитые в нем фитонциды, эфирные испарения кедровой хвои. Уставшие от избытка цивилизации горожане, находясь здесь, обычно начинают ощущать прилив бодрости уже на второй-третий день. Если на это время отказаться от богатой холестерином пищи и пить тонизирующий чай из лекарственных растений, эффект будет более быстрым. Стебли копеечника чайного напоминают горох, а его корневища в народе называют красным или медвежьим корнем. Вот это вот и есть знаменитый белочный корень. Сейчас мы его попробуем выкопать. Охотниками замечено, что медведи питаются целебными корешками копеечника весной, чтобы восстановить силы после долгой зимней спячки. Промысловики пьют отвар красного корня как средство от истощения и для реабилитации после болезни. На Алтае ходит легенда о том, что группа беглых крестьян долгие месяцы блуждала по тайге в поисках сказочной страны Беловодия. Выбившись из сил, они легли на землю и приготовились к неминуемой смерти. Но вдруг увидели, как медведь выкапывает какой-то красноватый корень. Люди попробовали этот корень, почувствовали прилив сил и пошли дальше. КОНЕЦ КОНЕЦ Как показал первый опыт, выжить в осенней тайге оказалось не так уж и сложно. Наш оператор похудел, но это пошло ему лишь на пользу. Данный эксперимент в области выживания всего лишь тест-драйв перед будущими более серьезными испытаниями.